Его называют посредником между истиной и человеком. На Востоке его сравнивают с прозрачной средой, которая принимает и передает знания, не искажая. Что принимаем мы? Олег Тарсунов предупреждает. Осторожно, это подмена. Если вы приходите домой усталыми и думаете, что хорошо покушав, вы можете снять с себя напряжение и получите от этого здоровую и счастливую жизнь. Осторожно, это подмена. Обычно человек, который хорошо и плотно покушал, не может нормально встать с утра с постели. У него заложен нос, у него заложено горло, он чувствует сухость во рту, он чувствует повышенную температуру тела, у него снижено настроение, он, как говорится, встает не с той ноги. Но это все всего лишь цветочки по сравнению с тем, что со временем у него нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, повышается артериальное давление. Все токсические вещества накапливаются в организме за ночь в результате плохо переваримой пищи, которая естественным образом ночью переварится плохо, потому что мы спим. Мы знаем, что во всем мире все плотненько кушают в обеденное время, и это неспроста, потому что в это время солнце стоит выше всего, а именно оно стимулирует организм к пищеварению. И поэтому все здравомыслящие люди утром кушают поменьше, в обед плотно, и вечером опять поменьше. Таким образом можно сохранять свое здоровье, свою работоспособность и иметь возможность прожить чуть-чуть подольше. Организм не может одновременно отдыхать и переваривать пищу. Вся энергия во время переваривания пищи идет в желудок. Организм перегревается, человеку становится очень душно спать, он испытывает повышенное чувство жара, а в этом состоянии перегрева функции отдыха нарушаются, и нарушаются естественные биоритмы человека, потому что ночью надо спать, а не переваривать. А если у вас ночью погоня, погоня, погоня горячей крови, какие-то кошмары снятся постоянно, то это как раз причина заключается в том, что вы наедаетесь на ночь. Если же человек передает с утра, то, несомненно, у него снизится работоспособность, потому что рано утром организм еще не готов активно переваривать пищу, и вся эта пища очень быстро пролетает по кишечнику, и, как говорил Петросян, мы работаем на унитаз в результате. Следует также знать, что с 6 часов утра до 6 часов вечера пища расщепляется, а с 6 часов вечера до 6 часов утра происходит синтез. Это значит, что если вы кушаете после 3 часов дня, то вся эта пища у вас пойдет в жир. Правильное питание – это залог хорошей работоспособности, хорошей памяти, отсутствия атеросклероза. Это залог вашего здоровья и возможности в отпуске отдыхать, не в пансионате. Продолжение следует...